Добрый день. Вчера не один раз говорили о том, что очень неплохо бы держать записи о своем лире up-to-date в базе Ripe. Такая сетевая гигиена. Я в частности этим занялся весной этого года и столкнулся с некоторыми вопросами, которые, моментами, скажем так, которые, возможно, и вам будет полезно знать. Это такой подход к снаряду, как добраться к редактированию своих записей. Для того, чтобы делать это через веб, вам надо быть зарегистрированным пользователем на сайте Ripe, и ваш вход должен быть связан с вашим лир-аккаунтом в Ripe. Зарегистрироваться можно самому. Когда вы зарегистрируетесь и зайдете в свой профиль, у вас слева там будет написано, что сервисы, на которые вы подписаны, это лир-портал. Но это ничего не значит. При попытке зайти на лир-портал вы получите access denied. Вам надо, чтобы ваш вход был соединен с аккаунтом лир-портала. Об этом чуть позже. Здесь хочу еще заметить, что вот там вот в вашем аккаунте, ну, как бы, редактировать. Измените адрес. Это не просто адрес, это ваш логин. И если вы его измените, то старый логин вам будет получить очень тяжело, если вообще невозможно. Поэтому с этим играться не рекомендую. Получить этот адрес обратно сложно. Теперь про связь с аккаунтом с лир-порталом. Буквально неделю или две назад Райб сделал достаточно полезную вещь на вебе. Он связал лир-контакт с юзер-аккаунт. До этого было все немножко хуже. Если то, что я говорил до сих пор, вам было известно и было скучно, то рекомендую зайти на лир-портал и отработать диалог с визардом портала, который позволит вам связать лир-контакт и юзер-аккаунт. Собственно говоря, как связывается вход на райп-сайт с лир-порталом, есть два способа. Один простой, второй единственно возможный. Простой это если в вашем лире есть кто-нибудь с правами админа, вот здесь показаны права. Он может тогда просто из интерфейса изменить, добавить, собственно говоря, связь пользователя райп-сайта к лир-аккаунту. А вот если ни одного админа нету, а такое может случиться, особенно с аккаунтами, которые уже достаточно давно, но у нас, например, было именно такое, то тогда вам надо готовить письмо. На официальном бланке текст письма можно получить от райп, он достаточно простой. Письмо с подписями скана отсылаете в райп, и таки получаете связь с лир-порталом. В этом письме желательно сразу просить админские права. Админ может далее другим пользователям выставлять права через вот такой интерфейс. Ну и далее пару слов о, собственно, взгляде на базу райп. Я понимаю, что она формировалась давно. Это нельзя сказать о формировании базы с нуля, поэтому о какой-либо нормализации говорить там очень сложно, особенно при взгляде снаружи на эту базу. Поэтому больше о порядке приходится заботиться самому. Я решил этот вопрос достаточно просто. Во все объекты, которые в базе райпа относятся к нашей компании, я один раз сел и все пересмотрел, во все добавил организацию. И далее через вот такой вот интерфейс на сайте райп можно отметить галочкой орг. Вот там вот в правом столбике ввести ник-хендл организации и получить все объекты, которые относятся к вашему лиру. Ну это просто удобно так сделать. Наверное, все. Не буду больше задерживать ваше время. Спасибо за внимание. Спасибо, Тарас. Довольно оперативная реакция на вчерашние пожелания работников райп.нсс, высказывать им пожелания. Так что спасибо большое. Ну то есть будут ли комментарии от чиф информационного офиса райп.нсс? Would you like comments? Thank you very much, Тарас, for the presentation. And so, first of all, to act. Я благодарю то, что, скажем, есть большое наследие в системе СССР. Один из усилий, что мы начали с СССР 4-5 лет тому назад, 4 пората, это тоже Лякинь. Вторая стадия, когда монетируем все, все то, что приходит из разных базы данных, и конечные базы данных в новый систем, СССР. И база данных примерно полтора года назад имеет поддержку от СССР. Но это не полная поддержка, потому что мы должны поддержать наследие. Мы пытаемся мигрировать, в конце концов, в СССР, но для этого необходимо будет времени. Потому что вопрос доступа очень... Один вопрос, который хочу... Очень возможно получить обратную связь, потому что все мы, что делаем, это на основе обратной связи. Если у вас есть какие-нибудь запросы, вопросы... Я в прошлой неделе слышал одного человека, они хотят, чтобы мы открыли СССР, чтобы они могли авторизировать другие вещи. Это очень полезная штука. Если у вас есть запросы на любом уровне, просто дайте нам знать. Мы не можем все это включать в себя, но очень полезно все это знать. У нас центральный регистр для всех порталей. Мы будем это все записать, если... Мы с этим работаем каждый день. Вы не можете... Я вижу, что вы не можете модифицировать сайт на месте. У нас некоторые намеки, намеки, как можно работать с этим сайтом. Вы правили? Я думаю, тут не показано, но обычно после того, как вы зарегиструете, вы можете говорить эти... Если хотите войти, это очень трудно. на нашей интернет-страничке это очень трудно. Простота изменения электронной почты. И я хотел... Я хотел тут о двух веществах. Это правильная база данных. Я понимаю, что это очень трудно. В частности, для новых пользователей. Вы думаете о вашей системе внутренней битвы? Если... Если одна организация стоит... будут... А также для... Если вы можете... Свяжетесь с... Если есть... Этого... Я понимаю, что это не самое легкое. Мы пытаемся это делать. Но это очень трудно. Этого пожалею. Что обязательно для... Это... Адентификация двух факторов. Это новая система. Мы поддерживаем 2FA. Пожалуйста, дайте возможность... Это... Вы получите второй код. Но... Мы сейчас обсуждаем все ресурсы. А также все наступления, которые... Назвестим лилель. Большое спасибо. Большое спасибо, Тарас. Спасибо. Даю вас.